Всем привет! Играем и фарс без доната. Так, у нас начался новогодний сезонный призыв. Что сказать по героям? В двух словах буквально. Ну, неплохая троечка, Питер, для коллекции. Можно взять быстрая. Неплохо бьёт. Ну и призывает миньончик к себе. Топовая четвёрка, Рудольф. Олень, Зелёная Центра. Очень его хочу. Джимми и Снежок. Одна из топовых синих пятёрок. Желаю всем её словить. Встанет в защиту на войне. Топовая зелёная пятёрка, Алиса, Воскреситель. Воскресители всегда неприятные герои в обороне соперника. Но Санта-Клаус, бронерез, хоть и медленный, но много где поможет на прохождениях. Да, не такая топовая пятёрка, как предыдущие две, но тоже неплохой герой. Что касается нового героя, печеньки, это Дидил Дэмэджер. Наносит урона много. Особенно со второй. Будет наносить много урона со второй ульты. И дальше. Ну, тоже больше на прохождение и, как я понимаю, команду атаки. Хотя, в принципе, если у вас нет хороших жёлтых героев, то подойдёт и в защиту на первое время. Я так понимаю. Но, кому интересно подробнее, можете посмотреть обзор на этого героя у бета-тестера Баджера. Ну, в принципе, кратко пробежался. Вероятности здесь не ахти. Классические и простые герои будут падать в полтора раза чаще, чем ивентовые. Не говоря уже о тройках, о четвёрках, смотрите. Для выпадения этого Рудольфа у нас его вероятность 3%. Это буквально в три раза чаще, чем пятёрка. Так что очень тоже редкий этот эпический герой. Рудик. Так, я думаю, начнём потихоньку сливать золотые монетки. Три-четыре призыва сделаю, все делать не буду. Оставлю на следующие дни. Я не люблю торопиться с призывами, но как пойдёт. Ну, Питер. Ладно. В принципе, пусть будет. Синий. Ещё один Питер. Это уже лишний. И лапа. Ну, четвёрка пойдёт на эволюцию или что-то там ещё. Гонгер. В принципе, ожидал, что какая-то пятёрка мне свалится. Синий. Ладно. Пусть будет. У меня его не было. Пока не знаю, что с ним буду делать. Посмотрю. В общем, всем удачи, ребята, в призывах. Некоторые уже вытаскивают ГМчиков. Снежков. Так что, желаю всем удачи. Пока.